здравствуйте студенты сегодняшняя тема лекции спортивное сооружение для легкой атлетики план лекции первое спортивное ядро спортивным ядром называют футбольное поле окаменленная не катлическая дорожка для бега по кругу на участках между торцами футбольного поля и по поворотами дорожка для бега по кругу размещает место для отдельных видов для катлической метаней прыжков для катлических секторов вместе для прыжков в длину и для тройного прыжка отличается только расположением съемочного брукса для отталкивания учебно-тренировочной работы по прыжкам в длину и для тройного прыжка желательно иметь или два разных места или сдвоенную дорожку для разбега с соответственным увеличением ширины ямы для приземления. Места для прыжков и метаний толкания, а также для бега по прямой могут располагаться на территории спортивного комплекса раздельно и полноценно используются в тренировочных занятиях. До недавнего времени длина дорожки для бега по кругу могла быть от 300 до 50 метров, но по последним международным легкоатлическим правилам должна быть не менее 400 метров. На спортивном ядре возможно тренировочные занятия как по футболу, так и по легкоатлетике, а при устройстве вдоль одной или нескольких сторон спортивного ядра трибуны для зрителей соревнований. В терминологической классификации любое спортивное сооружение, при котором построены трибуны, называют ареной, а вместе с трибуной – стадионом. Таким образом, спортивное ядро, при котором построены трибуны, будет называться спортивная арена. В нашей стране есть, но незначительное количество спортивных ядра, как правило, без трибуны, которые специализированы только для легкой атлетики, где вместо футбольного поля устроены дополнительные места для легкой атлетических прыжков, бега прямой и толкания ядра. Значительно чаще дополнительные места для легкой атлетических прыжков размещают между прямыми отрезками дорожки для бега по прямой и расположенной вдоль них трибуны. Если эти места только с одной стороны, то арену называют трехсекторной, а если по обе стороны прямых четырехсекторной. На спортивной арене параметр дорожки для бега по кругу и размеры для поля для игры в футбол должен быть увязан между собой. При одноцентровых поворотах дорожки для бега по кругу поля для игры в футбол размером 105 на 68 метров. Хорошо вписывается дорожка длиной 400 метров для бега по кругу с радиусом поворотом 36 метров. При этом обеспечиваются хорошие условия для расположения мест для легкой атлетических прыжков и метания в секторах. Поэтому в нашей стране принято спортивное ядро, где повороты 400 метровой дорожки выполнены по радиусу 36 метров. Вдол внутреннего периметра дорожка для бега по кругу устраивается бровкой шириной не более 5 сантиметров. На поворотах она входит в размер радиуса 36 метров. Бровка может быть стационарной или съемочной и должна выступать на поверхностной беговой дорожке на 5 сантиметров. В местах разбега при метании копья для пробивания уголовых ударов в футболе она должна быть съемной. Расчетная длина дорожки для бега по кругу считается по условной линии измерения, отстоящей на 0,3 метра от наружного края внутренней бровки. Бег по прямой на все дистанции и на некоторые дистанции бега по кругу проводится по отдельным дорожкам шириной 1,25 метров каждая. На аренах для католических соревнований республиканского и более высокого масштаба отдельных дорожек для бега по прямой по кругу должен быть 8, на финишной прямой желательно 10 отдельных дорожек. Для соревнований меньшего масштаба по кругу и по прямой должен размешаться 6 отдельных дорожек. В случаях, когда размеры спортивного ядра не позволяют разместить его на отведенной территории, можно сократить размер территории, занимаемой спортивным ядром, с сохранением параметров футбольного поля и расчетной длины дорожки для бега по кругу. При условии, что повороты следуют описывать не из одного центра, а из трех метров, при котором прямые отрезки поворота имеют одинокую протяженность по 100 метров. Длина большой оси ядра арены по сравнению с одноцентровым по радиусу 36 метров в варианте уменьшается на 4,32 метра, а ширина ядра арены на 1 метр 0,5 сантиметра. Однако параметр ликотических секторов по торцам футбольного поля в этом случае несколько уменьшается. То есть условия размещения отдельных мест для легкой атлетики, особенно разбега при метане копья, ухудшается. Если принять размеры футбольного поля для игры 90-60 метров, то это позволит уменьшить ширину, но увеличить длину размера к скобках. При этом значительно увеличивается ликотический сектор в торцах футбольного поля, возможны и иные параметры. Размеры полей для игры в футбол и расчетная длина дорожки для бега по кругу на спортивных аренах отвечают правилам отечественных международных соревнований по футболу. И легкой атлетики должны быть выдержаны на соревнованиях, где проводятся международные соревнования и крупнейшие соревнования страны. Проведение ученого тренировочных занятий или соревнований с большим числом участников в метане копья, молота или диска на спортивном ядре с приземлением снарядов на газон футбольного поля быстро сделает на поле непригодным, так же, как и многочасовые ежедневные тренировки по футболу в спортивном ядре. Возближение этого необходимо иметь отдельную площадку для длинных метаний копья, диска, молота. Размеры площадки определяются в зависимости от заданного числа мест. Лекция на этом закончена. Спасибо за внимание.